Позвольте предоставить слово представителю президента Российской Федерации, министру иностранных дел Сергею Викторовичу Лаврову. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые члены Совета Федерации, по поручению президента России вношу на ваше рассмотрение два документа. Проект федерального закона о ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Крым, о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов и проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Эти документы призваны юридически оформить в полном соответствии с международным правом и законодательством России воссоединении Крыма и Российской Федерации и образования двух новых упомянутых субъектов Федерации. С вашего разрешения я не буду подробно описывать содержание договора и проекта федерального конституционного закона. Президент проводил при подготовке этих документов все необходимые консультации, в том числе и с Советом Федерации. После их подписания продолжались необходимые юридические процедуры. Вчера состоялась ратификация этих документов в Государственной Думе Российской Федерации. Перед этим получено заключение Конституционного суда. Необходимые шаги предприняты и по линии правительства Российской Федерации. Вы знаете, что эти документы четко излагают процедуру интеграции Крыма в состав России и гарантируют права крымчан во всех сферах в полном соответствии с правами и привилегиями граждан Российской Федерации, включая язык, культуру, традиции, социальную защищенность, экономическое развитие соответствующих территорий и другое. Безусловно, в последнее время, и вы наверняка это знаете, в адрес России звучат обвинения в незаконности присоединения Крыма. Употребляется также термин «аннексия». Моим коллегам, с которыми я регулярно общаюсь, как с западными, так и с некоторыми другими, включая руководители ряда международных организаций, когда они пытаются этот термин употреблять, я предлагаю одну простую вещь. Попросите своих пресс-секретарей, свои пресс-службы взять видеоряды из Крыма за дни, которые предшествовали референдуму, день самого референдума, и как сейчас крымчане реагируют на то, что происходит, когда они получают российские паспорта. Эту радость, это подлинное счастье невозможно сыграть, невозможно отрепетировать, невозможно срежиссировать. Поэтому, когда на этом фоне бросаются терминами типа «аннексия», я считаю, что это оскорбление граждан, оскорбление их неотъемлемых прав на волеизъявление, которым они в полной мере воспользовались. Именно через это право, право на свободные волеизъявления, право на самоопределение, крымчане сделали свой выбор. И это в полной мере соответствует реализации права народов на самоопределение, которое закреплено в Уставе Организации Объединенных Наций, в Декларации ООН о принципах международного права и во многих других документах. Если отходить от юридических формулировок, суть этих документов заключается в том, что да, территориальная целостность государств также является одним из принципов международного права, но государства, которые заинтересованы в обеспечении своей территориальной целостности, обязаны в этих рамках обеспечивать и право народов на свободу и на самоопределение, и обязаны воздерживаться от действий, которые затрудняют реализацию права на самоопределение. То, что такие действия нынешними властями в Киеве предпринимались, доказывать не надо, тому масса свидетельств и своими действиями нынешние власти в Киеве не оставили народу Крыма возможности реализовать право на самоопределение в рамках нынешнего украинского государства. Поэтому 17 марта, как вы знаете, Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым, суверенным государством и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав нашей страны. Это решение было принято по итогам общекрымского референдума, в ходе которого все жители Крыма, включая город Севастополь, имели возможность и воспользовались ею, возможность свободно выразить свое мнение, как это было подтверждено многочисленными международными наблюдателями, да и в целом непредвзятыми наблюдателями, которые внимательно следили за ходом референдума в самых разных уголках мира. Россия не могла и не стала отказываться от того, чтобы позитивно откликнуться на обращение братского ей народа и пришла ему на помощь. От имени президента Российской Федерации я предлагаю Совету Федерации одобрить проект федерального закона о ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Крым, о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, а также проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Благодарю вас. Благодарю вас, Сергей Викторович. Коллеги, пожалуйста, переходим к вопросам. Ильяс Магомед Саламовичу Махану, пожалуйста. Уважаемый Сергей Викторович, в последние недели у вас были многочисленные встречи, почти ежедневные переговоры телефонные с государственным секретарем, руководителями внешнеполитических ведомств европейских стран. Не могли бы вы поделиться соображениями относительно позиций западных стран в контексте украинского регулирования? Спасибо. Да, действительно, эти контакты происходят регулярно в повседневном режиме и, честно говоря, оставляют такое двойственное впечатление. С одной стороны, они имеют место на фоне угроз введения санкций, на фоне объявления различных списков, о которых вы наверняка знаете. С другой стороны, нам говорят, что это отнюдь не означает, что Запад не хочет сотрудничать с нами в политическом регулировании кризиса на Украине. Ну, в том, что мы готовы к этому, никого убеждать не надо. Мы с самого начала выступали за политическое регулирование. Еще с того момента, когда после принятия законным президентом Украины решения отложить, подчеркну, не отменить, а отложить подписание соглашения с Евросоюзом, начались массовые беспорядки, которые напрямую поощрялись европейцами и американцами. Так что нас уговаривать не надо. Мы были готовы еще в то время к трехсторонним консультациям, которые предложило правительство Азарова по экономическим аспектам интеграционных процессов на пространстве СНГ и в Евросоюзе. Консультации правительство Азарова предложило провести между Киевом, Москвой и Брюсселем. Тогда Брюссель достаточно аррогантно сказал, что они не будут разговаривать с Москвой по вопросам, касающимся их отношений с Украиной. Сейчас вроде как они заинтересованы в сотрудничестве с нами, так что достаточно очевидная непоследовательность наших западных партнеров, а в последнее время к моему восприятию их еще добавилось ощущение, что они пребывают в некой растерянности, конечно же не помогает нам на различных этапах наших контактов. В любом случае они знают, что санкции для нас абсолютно неправомерны, они приведут лишь к созданию искусственных и ненужных барьеров на пути нормальных контактов, на пути нормального общения. Наша позиция в этом отношении не меняется. И убежден, что, и я говорю об этом своим коллегам, что это попросту иррационально. Кстати, иррациональность проявлялась и в таком вопросе, как возможность проведения через ОБСЕ решения о направлении миссии наблюдателей в Украину. А это была одна из главных тем последних дней. Причем мы уже были где-то неделю назад готовы поддержать такое решение постоянного совета ОБСЕ, но наши партнеры с упорством настаивали на том, чтобы наблюдатели поехали, согласно формулировке предлагавшегося им текста, по всей Украине, включая Крым. На мой вопрос, отдают ли они себе отчет в том, что произошло за последнее время, они отвечали, да, но, может быть, вы еще передумаете. Вот, трудно разговаривать с людьми, которые, если цитировать одного известного политического деятельности, оторвались от реальности, но, тем не менее, мы такие разговоры продолжаем. И нашими главными критериями в ходе работы в ОБСЕ, а именно эту работу мы вот последние дни обсуждали и с американцами, с немцами, с французами, с руководителями ОБСЕ, имея в виду президента Швейцарии. В ходе этих переговоров мы исходим из очень простой вещи. Во-первых, необходимо четко сказать, что это касается только Украины и не может касаться Крыма. Во-вторых, в отличие от того, что хотели наши западные партнеры, мы не можем поддержать расплывчатые решения, которые будет давать, по сути дела, секретариату ОБСЕ карт-бланш в том, что касается количества наблюдателей и районов их развертывания. Они хотели направить наблюдателей прежде всего на юг и восток, мы за, потому что там происходят провокации, осуществляемые боевиками и экстремистами, которых туда засылают из других регионов Украины. Но мы также убеждены, что и на Западе, и в Киеве есть на что посмотреть и что проанализировать. Тем более, что задача миссии сформулирована как контроль за соблюдением прав человека и прав национальных меньшинств, языковых меньшинств, ну и в целом гуманитарной ситуации. Поэтому мы в итоге настояли на том, что в проекте решения, который сейчас почти готов к принятию, четко обозначена предельная численность наблюдателей, которые могут быть направлены на Украину, и перечислены регионы, куда они будут направляться. Это и Киев, и Запад, и юго-восток Украины. Конечно, никакого упоминания о Крыме там нет и быть не может. Любые изменения этого мандата потребуют нового решения Постоянного Совета ОБСЕ. Если наши партнеры подтвердят понимание, которое сейчас зафиксировано на бумаге, мы будем готовы проголосовать за это решение хоть сегодня. Надеюсь, так оно и произойдет. Спасибо большое. Владимир Михайлович Джабаров, пожалуйста. Спасибо, Валентина Ивановна. Уважаемый Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к поддержанию контактов на парламентском уровне между Россией и Украиной в современных условиях? Спасибо. Знаете, отношусь позитивно, потому что мы вообще никогда не бываем ни в каких ситуациях сторонниками разрыва контактов, и не нужно, наверное, идти на поводу у эмоций. Нам в любом случае с украинскими соседями, с украинскими братьями жить рядом и заниматься многими совместными проектами, и в том числе необходимыми для того, чтобы наши люди чувствовали комфортность при общении друг с другом, а в этом они кровно заинтересованы. Межпарламентское сотрудничество в этих контактах играет очень важную роль, позитивную роль, и мы будем приветствовать любые профессиональные межпарламентские контакты, и мы знаем о том, насколько конструктивно настроена наша парламентская дипломатия на всех направлениях реализации внешнеполитического курса Российской Федерации. Уважаемый Сергей Викторович, у нас сегодня предстоит ратификация договора между Российской Федерацией и Республикой Крым, а предполагается ли аналогичная процедура в Крыму и Севастополе, и в какие сроки, скажите, пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, в том, что касается Крыма и Севастополя, аналогичная процедура там не предполагается. По Венской конвенции о праве международных договоров, договор вступает в силу в порядке, предусмотренным соответствующим договором. В договоре, который был подписан в Кремле 18 марта, исходя из желания ускорить эту процедуру, которую высказали крымчане, записано, что договор временно применяется с даты его подписания, то есть с 18 марта, и второе, что Республика Крым с этой же даты считается принятой в Российскую Федерацию. До того, как это подписание состоялось, Верховный Совет Республики Крым и Городской Совет Севастополя приняли решения, которые были основаны на результатах общихрымского референдума. Этими решениями они уполномочили своих представителей подписать этот договор, который, повторю, согласно его же тексту, вступает в силу сразу после подписания. Что касается Российской Федерации, то в нашем случае эти процедуры необходимо провести в соответствии с нашим законодательством, чем мы сейчас и занимаемся. Спасибо, Алексей Иванович Александров. Спасибо, Валентина Ивановна. Уважаемый Сергей Викторович, в Киеве заговорщики с участием нацистов, террористов и антисемитов совершили вооруженный антиконституционный государственный переворот. Имели место и убийства, и издевательства над людьми. Мы все это видели. Как Вы относитесь к изданию «Белой книги» об этих событиях? Спасибо. Отношусь позитивно. Я считаю, что это необходимо сделать. Более того, в нашем министерстве по линии уполномоченного МИДа Российской Федерации по правам человека, верховенству закона, мы такое поручение уже сделали. Скрупулезно собираем все факты, которые свидетельствуют о бесчинствах неонацистов и экстремистов, и хотим максимально оперативно такую работу завершить. Если есть интерес у наших парламентариев параллельную работу провести или подключиться к нашим усилиям, мы будем только приветствовать. Николай Александрович Фидоряк. Уважаемый Сергей Викторович, в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым предусматривается разграничение морских простран Чёрного и Азовского моря. Когда планируется завершить эту работу? Ну, переговоры по разграничению этой акватории идут с 1999 года. Шли они непросто. Каждый раз, когда менялась на Украине власть, происходили изменения в подходах украинской стороны. Но в 2010 году, где-то в декабре, был достигнут принципиальный компромисс, который обеспечивал интересы и Российской Федерации, и Украины в Азовском, Чёрном морях и в Азово-Керченской акватории. Сейчас, когда произошли события последних дней, когда подписан ратифицируемый сегодня договор и принимается сегодня Конституционный закон, ситуация, конечно же, изменилась и потребуется определённое время для возобновления этих переговоров. Речь идёт, разумеется, о соответствующей части Азовского моря и о соответствующих пространствах Чёрного моря. Керченский пролив, как вы понимаете, сейчас уже больше не может являться предметом этих переговоров. Спасибо. Сергей Леонидович Катанандов. Уважаемый Сергей Викторович, статья 6 Федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя устанавливает переходный период до 1 января 2015 года, в течение которого должны быть урегулированы вопросы интеграции новых субъектов, экономическую, финансовую, кредитную и правовую систему Российской Федерации и систему органов госвласти. Может быть, стоит создать специальную комиссию при президенте Российской Федерации или правительстве Российской Федерации, чтобы уложиться в жесткий срок? Ведь работа предстоит большая. Вы знаете, это уже не совсем компетенция Министерства иностранных дел, это уже как бы наши внутренние дела. Но, тем не менее, схожу из того, что систематизация усилий различных ведомств весьма и весьма полезна. И, наверное, можно рассмотреть и предлагаемый вами вариант. Но, как вы знаете, президент уже сейчас взял под свой личный контроль реализацию всех этих положений договора, включая вопросы гражданства, социальной поддержки, пенсионного обеспечения, образования, транспорта и многого другого. И соответствующие поручения министрам уже даны. И, насколько я знаю, президент намерен продолжать регулярно контролировать ход выполнения этих поручений. Так что, наверное, это само по себе уже является механизмом контроля. А какие нужны или могут потребоваться дополнительные административные меры, я думаю, такие решения будут приняты. Спасибо. Валерий Васильевич Сударенков, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемый господин министр, неделю назад, примерно неделю назад, вы передали перечень вопросов из пяти пунктов, которые необходимо обсудить и принять позитивные решения с партнерами. Скажите, пожалуйста, на сегодня, с учетом новых реалий, эти пункты сохраняют силу? И как идет процесс работы по этому документу? Да, что касается нас и нашего подхода, эти пункты, безусловно, мы считаем сохраняющими свою актуальность в полной мере. Да, собственно, с ними очень трудно спорить, поскольку, во-первых, они опираются на положение документа от 21 февраля, который был подписан Януковичем и тремя лидерами тогдашней оппозиции, включая, кстати, руководителя партии «Свобода», которая была признана Европарламентом антисемитской, ксенофобской и расистской. И под этим документом от 21 февраля стоят подписи трех министров иностранных дел европейских государств. Это, как говорится, формальная сторона дела. А если брать по существу, то там идет речь о необходимости разоружить незаконные вооруженные формирования, о необходимости освободить незаконно занятые здания, улицы, площади и обеспечить нормальное функционирование населенных пунктов на Украине. И там идет речь о необходимости срочно начать конституционную реформу, которая учитывала бы в полной мере интересы всех, без исключения регионов Украины. Разумеется, при признании права народов Крыма воспользоваться своим правом на самоопределение и признание результатов референдума как уже объективной реальности. И на основе конституционной реформы мы предлагаем проведение выборов. Это тоже предусмотрено в документе от 21 февраля. Поэтому здесь очень сложно спорить. Единственная более конкретная вещь, которая записана в наших предложениях, это убеждение в том, что целью конституционной реформы должна быть федерализация Украины и что результаты конституционной реформы должны быть одобрены всеми регионами для того, чтобы государственность этой страны была устойчивой и должны быть вынесены на всенародный референдум. Поначалу наши западные партнеры скептически негативно отнеслись к нашей инициативе. Звучали даже заявления о том, что, дескать, после того, как Янукович уехал из страны, соглашение от 21 февраля утратило свой смысл. Но я сейчас перечислил те вещи, которые в нем предусмотрены. Невозможно спорить с тем, что они должны быть на повестке дня при любом развитии событий. И я с признательностью отмечаю, что, наверное, по итогам наших регулярных контактов в Германии руководство Министерства иностранных дел выступило недавно публично в ходе официального мероприятия за то, чтобы реализовать те вещи, которые я перечислил. Правда, наши украинские соседи попытались представить эти наши предложения, пять пунктов, как вмешательство во внутренние дела Украины, как попытка навязать Украине принципы, не свойственные, цитирую, ее государственности, а именно двуязычие и федеративные устройства. Не знаю, почему такой вывод делается, что это не свойственно для украинской государственности. Надеюсь, что подобные подходы будут пересмотрены. И, по крайней мере, мы убеждаем наших западных партнеров, что нужно развеивать иллюзии относительно того, что политический процесс может быть начат на основе принятия той логики, что конфликт происходит между Россией и Украиной. Этого конфликта нет. То, что происходит там, это глубокий кризис украинской государственности, и нужно делать все, чтобы его преодолеть. Но для этого надо побуждать самих украинцев и, прежде всего, тех, кто захватил власть, начать, как сейчас принято говорить, инклюзивный диалог с участием всех регионов, а не пытаться проводить реформу опять в кругу тех, кто называет себя правительством победителей. Наши западные партнеры склоняются к тому, что это все-таки единственный путь из кризиса. Будем эту работу терпеливо продолжать, хотя, конечно, убеждать наших коллег, которые с самого начала заняли одностороннюю предвзятую позицию, очень-очень непросто. Но им надо помогать тоже отойти от той иррациональной позиции, которую они сходу и, наверное, не продумав до конца всю ситуацию, заняли. Благодарю вас, Сергеевич, за очень содержательный ответ и вопросы исчерпаны. Прошу вас присаживаться. Коллеги, как мы условились, сейчас позвольте...